CSGO Лаунж скоро закроют. Всем привет, друзья, с вами Дядька Демон, и это история о том, как человек со смешной фамилией делает совсем не смешные дела. CSGO Лаунж, как и множество других сайтов, в опасности. Но если за это самое множество сайтов я совсем не беспокоюсь, то вот за CSGO Лаунж слегка переживаю. И поэтому я сразу хочу вас предупредить. Быстренько выводите оттуда все свои скины. Дело в том, что человек по имени Карл Квакенбуш подписывает и рассылает, ну, представитель Valve с таким именем, подписывает бумаги, уведомляющие о том, что Valve известно, чем занимаются рулетки и сайты со ставками. Вот, пожалуйста, пример такого письмеца, который получил один из основателей подобных сайтов, их список внизу. Вы сами можете посмотреть, какие сайты в ближайшее время прекратят свою работу. В этом письме прямо говорится, что Valve знают о том, чем занимаются подобные сайты. И так как эти сайты нарушают одно из основных правил Steam, запрет на использование сервиса Steam с целью получения выгоды, с целью получения прибыли, эти аккаунты будут удалены. Если в течение 10 дней не остановится эта самая деятельность, нарушающая эти самые правила. А так как эти самые аккаунты могут быть удалены, я имею ввиду ботов, на которых хранятся вещи. Лучше прямо сейчас озаботиться выводом своих вещей с этих сайтов и в частности с CSGO Lounge. У меня там есть несколько шмоточек, которые я получил со ставок. Ширпотреб, но все равно жалко будет. У кого-то есть дорогие и очень дорогие вещи. Поэтому прямо сейчас идите на CSGO Lounge и выводите оттуда свои вещи. Мы все знаем, как работают боты CSGO Lounge, а под большой нагрузкой это вообще полный трындец. Сходите и сделайте парочку запросов на вывод вещей. Или может быть пару сотен запросов, если вы хорошо разбираетесь в том, какая команда победит. Не забудь поставить лайк, сделать репост, закинуть в соцсети. Это очень важная информация. Помоги своим друзьям сохранить свои вещи. Подпишись на мой канал. Я гарантирую, у меня есть что тебе показать. Я сделаю тебе интересно. Читайте больше книг, не смотрите центральное телевидение. С вами был Дядька Демон. Всем пока-пока.